Всем приветики! Я недавно себе в CSGO купил хранилище и хотел показать, как оно работает. Это, получается, инструмент для расширения вашего инвентаря. Ваш инвентарь максимально может вместить в себя тысячи предметов. А чтобы вместить туда больше предметов, нужно либо все предметы, которые у вас есть, выставить на торговую площадку, и тогда у вас освободится место, вы можете туда снова накидывать. Либо вот купить хранилище, чтобы не запариваться с торговой площадкой, и в него вы можете помещать предметы. Его купив, оно у вас просто будет лежать, и в него нельзя ничего будет положить, его нужно сначала будет активировать. Когда вы активируете, он предложит задать имя. Самое крутое, что здесь имя можно задавать бесплатно и много раз. Я вот когда-то его назвал «Долгий ящик», и можно сейчас еще раз имя поменять. Почему меня за это не просит ни денег, ничего написать, но они просят, чтобы имя было какое-то, чтобы имя было какое-то, ну, разумное, типа «Ящик хранения предметов там каких-нибудь», и можно сменить. Вот. И в него можно либо поместить предметы, либо извлечь из него предметы. Можно осмотреть, что в нем хранится. Я туда положил все предметы, которые, по идее, со временем станут более ценные, поэтому я так его и назвал «Долгий ящик». Ну, вот, как говорят, не откладываю в «Долгий ящик», а я, наоборот, отложил в «Долгий ящик», то, что со временем, типа, станет более ценное. Типа, пускай в нем лежит долго, я не буду туда обращаться, а потом, через долгое время зайду, посмотрю, а оно, вот оно. Но, есть, как бы, еще один момент. Он заключается в том, что предметы, которые лежат в ящике, это, как бы, и плюс, и минус. Те предметы, которые лежат в этом ящике, не видно в инвентаре стима. То есть, вы можете положить в этот ящик предметы, и в стиме никто не увидит, в вашем профиле никто не увидит, какие в этом ящике лежат предметы. Это, как бы, плюс. Вы можете спрятать от чужих глаз свои предметы. Также, но в то же время вы и сами не увидите и не сможете, например, посмотреть, сколько он стоит. Так вы, например, нажали на предмет и видите его цену, а так вам придется извлечь его, и только тогда вы увидите. Тогда вы сможете передать, продать и все такое. Пока он там лежит, вы ничего с ним не сможете сделать. Вам нужно сначала будет извлечь. Вот. Также ящик можно сделать для сортировки предметов. То есть, в одном ящике у вас там будут наклейки, и заходите в ящик, а то там чисто наклейки, в другой там какие-то редкие пушки. Ну и вот такого плана. Такой вот, как мне кажется, нужный инструмент я себе купил именно специально для того, чтобы отсортировать предметы, и отложить туда именно то, что мне как бы в ближайшее время вообще не надо. То, что может тут лежать, например, год-два там. Вот. Я сюда закинул. Можно еще кунчащий купить, например, редкие предметы и положить туда пушки, например, с которыми я не играю, но которые ценные, которые я хочу, например, сохранить для коллекции и туда вот сбросить. А перемещение происходит таким образом, что вот вы нажимаете, вы можете либо прямо на предмете нажать «Поместить в хранилище» и выбрать хранилище. То, что у вас может быть их несколько, и оно попадет в хранилище. Либо нажать, как мне кажется, проще вот так вот «Поместить предметы» прямо на хранилище, и уже здесь выбираете там, сколько вам там надо. После чего нажимаете «Подтвердить», и оно помещается в хранилище. Также извлечь предметы. Открываете, выбираете, «Подтвердить», и оно выходит из хранилища. А если на каком-то конкретном, то тогда поместится в хранилище только он. И все, дальше вы либо сделаете отмену, либо нажимаете «Ок», и тогда у вас появляется выбор. Ну, чтобы не искать долго хранилища, в принципе, можно и так какой-то конкретный нажали, и он туда улетел. Но извлекать придется, все равно заходя в хранилище и выбирая предмет. Все, вот таким вот образом, вы можете спрятать, можете достать. Довольно-таки удобная штука. Ящичек. Вот. Такой вот обзорщик на ящик. Ну, а на этом все. Всем покидал. Продолжение следует...